Так, а сколько у нас лопат есть? В сквере тружеников тыла в Субсехе люди собрались к 9 утра. Местные жители заранее обратились в предприятие Зеленстроя, чтобы высадить новые березки. И им пошли навстречу. Я вообще считаю, что это хорошая традиция, когда люди могут прийти, буквально час-полтора поработать на своих прилегающих территориях, пообщаться, обсудить какие-то, может быть, проблемы. Причем вместе с депутатами, вместе с казачеством, вместе с администрацией, по крайней мере. И вот здесь, в Субсехском округе, практически вся администрация в полном составе принимает участие в сегодняшнем субботнике. Вообще, я думаю, что это надо сделать на постоянной основе. И люди, которые действительно любят свой город, только вместе можно добиться больших результатов. И это касается всех вопросов. На самом деле, мы сегодня еще сейчас поговорим с людьми, их мнение хотим услышать. Ведь это возможность пообщаться с людьми не где-то в кабинете, не где-то за круглым столом, а вместе выполняя какие-то общегородские задачи. Посадили очередные березки. Сейчас наведем порядок. Очень надеюсь, что они приживутся. Сами видите, какая сегодня погода. Прям помощь. Люди вышли, люди помогают. И мы принимаем активное участие. И будем делать все возможное, чтобы наше село становилось краше и краше. Наше первичное отделение партии «Единая Россия», оно как бы негласно шефствует вот над этой площадочкой, и где памятный знак труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Регулярно собираемся. Вот весной цветы сажаем. Покрасили в прошлом году заново. Порядок в сквере навели быстрым. Пока одни высаживали деревья, другие чистили тротуарную плитку. Остальные убирали газоны и подрезали кустарники. Работа нашлась для всех неравнодушных. Нам никто не приказывает, но мы уже знаем, что это надо. Что это надо. И сад памяти – это наша отчина. Мы его посадили, все лето за ним ухаживали. Поэтому и даже убрать, чтобы чистенько было. Тут у нас еще и памятник труженикам тыла. Поэтому мы вообще бережем это, бережем. Стараемся укультуривать, чтобы было хорошо. Все время благодарна судьбе, что мы живем в Супсихе. Люблю этот край, это село, это место. Слава Богу, что есть возможность прийти на этот субботник и поработать в память о тружениках тыла, которые поддержали те годы войны и трудились. У меня мама, Анна Ивановна, тоже имеет медаль Царство и Небесное. Труженик у тыла им доставалось. Они поддержали. И этим, конечно, Россия жила, живет. Антон Чистяков, Алексей Девикин, Михаил Попов. Анапа. Регион.